В России планируют создать ассоциацию журналистов, пишущих на медицинскую тематику, а в регионах предлагают учредить конкурс для СМИ, освещающих вопросы здравоохранения. Вместе с этими новостями наша съемочная группа привезла из Москвы победу во всероссийском конкурсе «Панацея». Специальный репортаж об экстремальных проявлениях здорового образа жизни занял первое место в номинации «Здоровье в твоих руках». Всего их было пять. Проводит конкурс «Общественный институт стратегии и тактики», который учрежден МГУ и Союзом писателей Москвы. За социальные ракурсы и талантливое использование выразительных средств экрана моя коллега Татьяна Симоненкова также получила благодарность Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике. Добавлю, конкурс прошел в четвертый раз. Две тысячи девяносто четыре работы и пятьдесят семь регионов. И что самое интересное, принимают участие медицинские работники, которые являются внештатными авторами тех или иных изданий. У нас в учительском совете министр здравоохранения Скворцова Вероника Игоревна и замминистра Яковлева Татьяна Владимировна, она же возглавляет жюри конкурса «Панацея». На награждении отметили статус конкурса, престиж медицинских профессий и пропаганду здорового образа жизни необходимо поддержать на местах и учредить региональные конкурсы, как это уже сделали в Ростовской области. Готовность сотрудничать с прессой выразил и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль озвучил намерение создать ассоциацию журналистов. Этот конкурс показывает, что все же мы на правильном пути. Национальная медицинская палата поддерживает этот конкурс. И мало того, даже на своем съезде вместе с ними будет продолжать этот конкурс. Мы больше должны говорить хороших слов. Критикой мы сами занимаемся.